всех приветствую друзья опять нашел минутку для того чтобы поснимать для вас видео и сегодня я хочу вам представить smart компрессор вот такой вот девайсик это продукция наша личная то есть мы сами изготовили такой вот компрессор если помните я уже раньше снимал видео об этом компрессоре тогда мы его складывали в судочек и все выглядело так в общем достаточно кустарно то есть все было такое еще в судочке там торчали провода но тогда мы еще все это тестили а сегодня мы уже сделали вот такой вот компрессор вот такой вот красивой брутальной я бы сказал упаковочки для одного из подписчиков нашего канала этот компрессор по сравнению с тем чтобы в прошлом обзоре в прошлом видео перетерпел достаточно много изменений и сейчас я вам расскажу что мы изменили в этом девайсе прежде всего друзья изменился дизайн самого компрессора я думаю все вы видите что он выполнен достаточно таком оригинальном пластиковом корпусе стандартно как и в прошлой версии здесь есть две кнопки включения выключения мотора здесь как и в прошлой версии есть два мотора два выхода но в отличие от прошлого варианта который выдавал на выходе от 120 до 200 литров в час этот компрессор работает от 200 до 300 литров в час то есть его можно использовать не только в аквариуме но и соответственно нескольких аквариумов разбив струю воздуха с помощью тройничка но и в самке друзья так что вот этот компрессор уже на порядок мощнее в связи с тем друзья что мы увеличили мощность этого компрессора нам пришлось увеличить количество аккумуляторов если в прошлой версии аккумулятора у нас было три то в данном девайсе аккумулятора у нас шесть и они подсоединены попарно если в прошлой версии насосы у нас были 3 вольтовые по моему там 3 2 или 3 4 и мы еще играли с платой понижения напряжения то в этой версии друзья аккумуляторы 6 вольтовые и соответственно мы дали 6 аккумуляторов попарно их подсоединили и соответственно тем самым увеличили мощность и ресурс данного компрессора здесь использовано 6 литий-ионных аккумуляторов емкостью 3400 миллиампер и для того чтобы эти аккумуляторы не не перезаряжались процессе зарядки установлен на них установлены bms платы защиты которые отключают питание подачу питания на аккумуляторы чтобы они не перезаряжались ну и как и в прошлой версии при отключении света срабатывает нормально замкнутая реле которая собственно и включает этот аккумулятор если у вас вдруг отключили электроэнергию для чего вообще друзья нужен такой компрессор но представьте себе что у вас достаточно хорошо и заселен аквариум с крупной рыбой да даже не только с крупность мелкая но достаточно много рыбы в аквариуме и тут незвано-негаданно ваше отсутствие отключает электроэнергию результат я думаю очевиден вся рыбка будет страдать от удушья в этом лучшем случае ну а в худшем конечно же может погибнуть значит как и работает этот девайс этот компрессор работает только как вспомогательные на случай аварийного отключения света то есть он не предназначен я хочу поставить акцент на том что он не предназначен для того чтобы работать постоянно потому что хоть мы и снизили в этой модели уровень шума но все-таки уровень шума у него достаточно высок и использовать его на постоянной основе я бы не советовал даже из-за этого моторы которые здесь установлены не рассчитаны на постоянную работу только на кратковременное включение этот компрессор включается тогда когда перестает поддаваться питание и соответственно если вдруг отключили электроэнергию этот компрессор будет обогащать воду вашем аквариуме и в сампе ему возможно в нескольких аквариумов кислородом и собственно и не рыбка не биология вашем сампе не пострадает для того чтобы этот девайс функционировал не обязательно покупать никакие там дорогие фирменные блоки питания вот у меня в данный момент в руках девайс он стоит копейки я не знаю даже порядка там 50 или 35 гривен что-то такое покупалось это чудо техники в авроре он даже током зарядить мобильный телефон не может но вот именно на его примере я хочу вам показать функционал значит включи подключаем это дело в розетку включаем кнопочку и все друзья вот и вся премудрость но здесь конечно же бросаем два шланга в аквариум с распылителями примеру сделаем имитацию отключения света вынимаем штекер и наш компрессор автоматически запустился вставляем назад штекер и видите сами компрессор работать перестал и стал в режим зарядки этот компрессор можно использовать не только на случай аварийного выключения света его можно использовать также для транспортировки рыбы этими кнопками можно включать и выключать насосы соответственно работает один насос или работает два насоса и ну и вот вы слышите уровень шума то есть вот что я говорил в начале что использовать его как основной источник подачи воздуха в аквариум я не советую даже только исходя из того что шум все-таки достаточно сильный что же я думаю многие из вас интересуют как этот компрессор продувает в аквариуме воду он проходил у нас тестирование с максимальным столбом воды в 70 или 75 сантиметров и прекрасно справлялся со своей работой к сожалению в данный момент у меня дома нет аквариумов с таким столбом воды вот есть аквариум он стоит пустой со столбом воды 40 сантиметров сейчас я соберу этот компрессор подключу к нему распылители и вы посмотрите какая мощность у данного девайсика друзья если в прошлый раз мы использовали для теста большую шайбу то сегодня я решил усложнить задачу я взял вот такой вот гибкий распылитель я думаю все вы знаете насколько туго он продувается и в принципе вот такой вот длины это длина 60 сантиметров распылителя и подключил я его компрессору где-то на двухметровом шланге второй же распылитель я взял самый обычный вот такой вот маленький китайский и подключил его друзья к 15 метрам обычного компрессорного шланга с внутренним диаметром 4 миллиметра и так друзья для начала давайте подключим моторчик вот на этот распылитель поехали вот вам результат смотрите сами как продувается распылитель равномерно по всей поверхности я думаю вам всем видно и достаточно хорошо я даже бы сказал что он просто отлично а теперь давайте подключим распылитель на котором стоит 15 метров шланга вот друзья вам результат он даже поднялся видите сами со дна поднялся потому что реально набор продувания просто просто нереальный а теперь давайте включим два насоса не знаю друзья как вам а я лично результатом этого девайса очень даже доволен в общем друзья вот такой вот у нас получился девайсик я надеюсь он вам понравился если вы хотите что-то подобное сконструировать у себя в аквариуме не стесняйтесь задавать вопросы в чате в телеграме или фейсбук я постараюсь ответить на все ваши вопросы и объяснить из чего и как мы собирали этот девайс но если вы не дружите с паяльником то этот девайс вы можете заказать у нас причем мы можем сделать и комплектацию именно под вас с определенной мощностью и длительностью работы и кстати да я забыл сказать этот девайс рассчитан на работу до 24 часов друзья мои не 4 не 6 не 8 и даже не 12 как китайских аналогов а 24 часа ну а на одном моторе друзья мои этот девайс может проработать около двух суток такого компрессора автономного вы не найдете больше нигде что ж я надеюсь это видео вам понравилось друзья и я рассчитываю на то что как минимум лайком вы поддержите нашу самоделку не забывайте репостить это видео социальных сетях не забывайте задавать вопросы под видео ну а я буду с вами прощаться всем добра удачи и до новых встреч друзья пока